Всем привет, с вами Гровер, это очередной выпуск Ихнодрома. Сегодня у нас видео сплиттер RGB сигнала, незаменимая штука для стримера, которая играет с железных ретроконсолей. Сейчас все расскажу и покажу. Поехали. Что такое видео сплиттер? Это штука, которая может разводить видео на два устройства. Ну, например, на телек и карту захвата. Самое главное, без потери в качестве картинки. Максимальный качество, которое можно получить из ретроконсоли, это RGB. Вот его-то мы и будем раздваивать. Для чего все это нужно, спросите вы? Все эти вот раздвоения. Можно же напрямую подключить конвертер, а из него в карту захвата и играть. Ну, насколько я знаю, нету карты захвата с поддержкой RGB. Все это можно, но не нужно. Во всей этой схеме подключения есть огромный изъян. Она дает дикую задержку. И играть, а тем более стримить очень сложно. Можно сказать, даже неиграбельно. И тут приходит на помощь наш вот сплиттер. Мы играем на телеке без всяких задержек. А также этот же сигнал поступает в конвертер, а потом уже и в карту захвата. Ну, или стримить с эмулятора. Я уже пробовал собирать такую штуку год назад. Она не очень зашла. Там все равно получилась какая-то темная картинка. Да и схема там сложнее. Там много резисторов, транзисторов. Ну, короче, фигня полная. Позже, когда я тут возился с фомикомами, я открыл у себя микросхемы ТХС-7314. Да-да, они у меня уже в каждом видосе. Я решил провести эксперимент. Подал композитный сигнал на два входа данной микросхемы. И с выхода подключил два телека. Картинка никак не изменилась. И вот и получился простой композитный сплиттер. Ну, раз уж это сработало с композитом, то и с RGB можно все это провернуть. Но только у нас тут четыре сигнала, которые надо раздвоить. Тогда же я узнал о микросхеме ТХС-7314. Это тоже в виде усилителя, только в нем четыре, независимо от канала усиления. Ну, там еще есть какие-то фильтры, которые можно врубать. Но нам это не нужно. Фиксирование схемы. С детства две микросхемы вот на таких вот площадках. Так как микросхемы очень мелкие, уже мой принтер просто не может без искажений нормально распечатать дорожки под нее. Также у нас, как видим, здесь есть разъем из карт. Входной и два выходных. Все входные сигналы прошли через входы на данных микросхем. А с выходов мы уже брали на отдельный каждый из карт. Но резистор, через который проходит сигнал, я поставил на 120 Ом вместо 75 Ом. Так как получалось слишком светлая картинка. Также схемы питания со стабилизацией. Наши любимые кренки 7805. Конденсаторы, фильтра, все как обычно. Данный сплиттер можно подключить к любому телевизору, у которого есть поддержка RGB сигнала. Так как еще есть напряжение 5 вольт на 8 ноге и через резистор на 16 ногу. Но такую плату сложно засунуть в какой-то корпус. Вообще под нее надо делать какой-то кастомный корпус. А у меня с корпусами в общем проблемы всегда. Я решил переделать плату. Так, чтобы сигнал подключаясь по проводам. Так вот можно подогнать под любой корпус. В данной схеме я оставил пятачки для того, чтобы включать именно режим RGB. То бишь подойти 5 вольт на 8 ногу. Но средств я распаривать не буду. Так как в Sony PWM эти 5 вольт не нужны для включения режима RGB. А чтобы в конверт и включить режим RGB, я просто в разъем с карт припаял блок питания на 5 вольт. И тем самым не включается режим RGB. Это я сделал для того, чтобы по проводу не проходило те же 5 вольт, чтобы они не создавали наводок. Сплиттер мы будем засовывать на наш корпус от старого композитного сплиттера, который я уже как бы раздербахал давным-давно. И он стоит у меня в моем коммутаторе приставок. Так вот он выглядит изнутри. Чтобы расположить разъемы на задней стенке данного корпуса, я решил сделать металлическую пластину. На которой, как видим, уже наклеил трафарет с кучей отверстий. По этим точкам как раз и будем накерняться. Берем вот такое вот керно, которое сделано из биты и начинаем долбить. На каждое отверстие уходит где-то примерно 55 точек. То есть нам нужно было делать 55 отверстий. После того, как мы накернили, наша уже пластина вся изогнулась. Ну ничего, руками поправим, ручками, ручками поправим. Потом снимаем наш трафарет и видим все наши точки на месте. Как видим, все здесь получается достаточно неплохо. Вооружаемся шуруповертом, серлышком на двоечку. И начинается марафон нашего сверления. И в определенный момент, бац, я ломаю сверло. Эх, да, печалька, не выдержал. Ну что, вооружаемся еще сверлышками и продолжаем все это сверлить. Никто не сказал, что будет легко. Пока я все это сверлил, я умудрился сломать 3 сверла. И пришлось еще раз бежать в магазин, покупать еще новые сверла. Далее вооружаем все отвертки и перебиваем все наши перегородки. И вот-вот-вот, сейчас вот оно все, вот первый, оп, отломил. Все, красота. Вот оно опять, разумеется, мы все изогнули. Не без этого опять. Это будет постоянно. Далее засверливаем отверстие подкрепление самого разъема. Как видим, уже близко к истине. Вооружаемся вот такими вот тисками. И начинаем драконить наше отверстие. Как видим, я уже одно сделал здесь. Достаточно получилось удобно. Держишь стол, ничего не дрыгается. В принципе, очень даже удобно так тачивать отверстие. Ну, вот оно получилось. Вот как-то вот так вот. Да, не очень, конечно, все красиво. Где-то криво, где-то переборщил. Но, как получилось. Далее вооружаемся вот таким вот сверлом. И делаем специальную фаску для болтов с потайной головкой. Чтобы болты стали заподлицо. Все установили нашу плату на наш корпус. Сверлим отверстие для крепления. Начинаем все вырезать кусачками. Есть ненужный пластик, который тоже нам будет мешаться. И вот что осталось от родного корпуса. Как видим, мы все уже выгрызли здесь. И ничего уже, в принципе, не здесь не осталось. И даже пластину здесь толком крепить уже, в принципе, не за что. Ну, ничего, нас спасут шайбочки, которые все равно прижмут к оставшемуся пластику нашу пластину. Чтобы она никуда не убежала. И вот я уже вставил первый разъем. Пробуем, вставляем. Ничего вроде бы не отваливается. Красота. А вот уже и второй разъем. Вообще отлично. Теперь передняя панель. Сделал, опять же, трафаретик. Сейчас засверливаем под отверстие крепления самого разъема. Далее мы вооружаемся сверлышком пожирнее. И насверлил кучу отверстий в рамках нашего разъема. И все это, опять же, кусачками пытаемся выломать. Что можем. Ну, а дальше вооружаемся напильниками, надфилями. Ну, как обычно, и поперли. В данном случае, пластик хорошо выгрызается. Поэтому здесь особо проблем вообще не составлял. Только что весь стол я загадил этим всем делом. Ну, не без этого. Вот я уже примеряю разъем. Видим, как он уже стоит очень даже хорошо. Уже установил я на болты. Только что без этой болты через шайбочки опустил. Специально потому, что с потайной головкой здесь не вариант. Потому что пластмасса все это может сломаться. Как видим, все втыкается. Все отлично. Далее переходим к нашей плате. Как видим, я установил на ее уже крепление. Которое отломал из этого же корпуса. Но они были лишние, поэтому мешались. Я их немножко подзачистил. Поуровнял, чтобы их обратно можно было вклеить. Примеем, посмотрим, как все это будет. Ну, вот что-то получается вроде из этого. Вроде ничего встает. Ничего никому не мешает. Вооружаемся суперклеем, купленным в фикс прайсе. Намазываем места, где будут как раз стоять наши крепления. И устанавливаем нашу уже плату. Тихонько, аккуратненько, не торопясь. И вот мы проверяем. Все уперлось. Все плотненько стоит. Все. И оставляем, чтобы все это засохло. И переходим к уже облучению разъемов к самой плате. Как видим, у нас провода достаточно длиннющие. Нужно все это подрезать. Вооружаемся паяльником. И вуаля. Я вот уже подрезал один разъем. Он, конечно, все равно натяжка. Все равно не очень, конечно, красиво все это выглядит. Ну, блин, тут особо не сделаешь хорошо. Второй разъем я вообще не стал подрезать. Так как места хватает. Ну, да и просто лень был уже. Особо тут длины не укоротишь. А все это нужно перепаять. Это очень долго и очень муторно. И решил я этого не делать. Ставить как есть. Вот так вот проложив через кренку. Так же с входным разъемом я поступил. И звук. Звук я решил протянуть чисто от одного разъема до другого разъема. То есть звук будет только на одном выходном с карты. То есть на втором его просто-напросто не будет. И вот вуаля. Все мы собрали. Как видим, у нас и звук есть, и видео. Все есть. И трансформатор. Все отлично. На нижнюю крышку корпуса я прикрутил болты изнутри. Чтобы потом взять весь этот корпус. Прикрутить к столу. Чтобы была возможность нормального подключения. И вот что оно получилось. Но так как я закосячился за зеркалкой. У меня разъемы все смотрят кверху. Ну и вот она общая картина. Что у нас получилось. И вот так вот я придумал простой дешевый RGB сплиттер. Например на ebay я нашел похожий RGB сплиттер. Только на 8 выходов. И стоит он очень недешево. Ну и у меня это не последняя версия. Я рисовал более сложную плату. Где вырезал композитные сигналы. Оставляя чисто синхро. Ну это для приставки Sega. Чтобы не было вертикальных полос. А также еще решил добавить буферы на транзисторах. Ну может они конечно не нужны. Но решил добавить. Там случился косяк по питанию. Исправил я его уже тогда. Когда я вытрубил новую плату. Более простую. Которая сейчас и как раз состоит в данном корпусе. Ну не сразу допер в чем проблема. Всем кому интересно. Подписываемся. Ставим лайки. Разумеется будет эта более сложная версия. Я и все равно ее добью. Допилю. Ну а на сегодня это все. С вами был Гровер. До новых встреч.